Здравствуйте, уважаемые зрители и подписчики канала Процветок! С вами Юлия Кондратенок, и сегодня мы с вами поговорим о том, как правильно посадить клубнику. Август – это лучшее время для посадки клубники в саду. Современные промышленные сорта нужно менять каждые 3-4 года. Например, ханое или кимберли, заточенные на то, чтобы отдать свой максимальный урожай как можно быстрее, истощаются уже на третий год. Сорта для приусадебного возделывания, такие как всем знакомые фестивальные или зенго-зенгана, способны расти и плодоносить на одном и том же месте 4, а при хорошем уходе и 5 лет. Но тем не менее, рано или поздно посадки клубники нужно обновлять. Садить ее на свежем месте, выбирать рассаду и сажать, конечно, правильно, чтобы получить хорошие развитые кустики. Так почему август – лучшее время для посадки? Дело в том, что когда мы сажаем в это время клубнику, у нее есть время на то, чтобы хорошо укорениться. Она уже, рассада к этому моменту, часто имеет заложенную цветковую почку. И вступая в вегетационный сезон в будущем году, она уже готова цвести и плодоносить. А если мы сажаем ее весной, в мае месяце, ей нужно дать время на то, чтобы укорениться. А чтобы получить хорошо развитые кусты, обычно рекомендуется удалять первые цветки, первые цветоносы. Таким образом теряется год. Итак, август – это лучшее время для того, чтобы посадить себе новую грядочку хорошей вкусной клубники. Чем же мы должны руководствоваться при выборе рассады, помимо того, что мы выбрали сорт? Это, конечно, качество самого посадочного материала. Какой должна быть идеальная розетка? Ну, во-первых, это должна быть розетка, желательно, первого-второго порядка. Первый порядок – это та розетка, которая образовалась первой на усике от материнского растения. Все последующие розетки обычно чуть слабее, и так дальше, и так дальше, своей предыдущей копии. Дальше. У каждой розетки должно быть не менее двух-трех хорошо развитых листьев, а также мочковатая корневая система длиной не менее 5 сантиметров. Желательно, чтобы она была хорошо развита и побольше, конечно, длины. Накопав новых розеток, мы приступаем к их зачистке, то есть удаляем все лишние отростки, удаляем лишние листики, особенно если они поражены болезнями. Осматриваем корневую систему. Она должна быть здоровой. После того, как мы набрали себе рассады, либо приобрели ее в садовом центре, в магазине, мы разбиваем грядку, готовим ее. Как правильно подготовить грядку для посадки клубники? Во-первых, очень важно выбрать предшественника. Дело в том, что у клубники есть много противопоказаний. Это болезни и вредители, общие с другими культурами. Так, лучшим предшественником для клубники будут любые зерновые, сидираты и черный пар. Хорошо клубника идет после лука, чеснока, после бобовых, но очень плохо она идет после посленовых, тыквенных. Дело в том, что у них есть общий вредитель, нематоды и корневые гнили. Плохо идет после капусты, после картофеля. Из плодовых клубнику нельзя сажать после облепихи, малины, вишни, опять же из-за общих заболеваний, в частности различных увяданий. Выбрав хороший участок, мы тщательно его готовим. В земле не должно оставаться корней опасных корневищных сорняков, таких как сныть, либо осод, пырей. Почему? Ведь на этом месте клубника должна прожить без проблем не менее 3-4 лет. Подготовив почву и очистив ее от сорняков, мы приступаем к разбивке. Какое расстояние должно быть в ряду, чтобы кусты клубники не мешали друг другу? Оптимально 30 сантиметров. Тогда листва смыкаться не будет, кусты будут хорошо проветриваться и ягоды будут гнить, конечно, меньше. В настоящее время практикуются два основных способа посадки клубники. В одну строчку и двустрочная посадка. При посадке в одну строчку клубника сажается в один ряд, расстояние в ряду 30 сантиметров, между рядами расстояние 70 сантиметров в среднем. Когда мы сажаем клубнику двустрочным способом, здесь действует правило 90-60-90, с небольшими отклонениями. Можно сказать, это требование как к фотомоделям. 60 сантиметров это расстояние между двумя рядочками, которые образуют строчку. 90 сантиметров, можно, кстати, и меньше, до 70. Это расстояние между отдельными строчками. В таком случае клубника хорошо развивается, продувается и нет конкуренции между кустами за питание, цвет и воду. Итак, мы разбиваем наш участок для посадки клубники в одну строчку. Мы намечаем точки, чтобы разбить ровно ряд. И проводим бороздку. Эта бороздка не для посадки. Эта бороздка помогает нам обозначить, собственно, сам рядочек. Уже в ней мы будем выкапывать непосредственно лунки под посадку клубники. Чтобы облегчить себе работу при посадке клубники, используйте для разметки заранее заготовленную линейку с нужным расстоянием. Либо отмеренную и отрезанную планочку, палочку, мерочку нужной вам длины. Итак, мы прикладываем к рядочку, выкапываем лунки с интервалом 30 сантиметров. Что мы вносим непосредственно в лунку при посадке? Конечно, это органика. Это может быть торф слабокислый, раскисленный. Это может быть компост или торфокомпост, или перепревший навоз. Главное условие – навоз должен быть действительно хорошо перепревшим, разложившимся. Желательно, чтобы ему было уже больше года, он пролежал в компосте. В таком случае в нем не остается ни патогенных бактерий, и нет никакого риска, что корни будут сожжены избытком органики. Итак, мы с вами берем приготовленный хороший питательный грунт и вносим в лунки. Кроме него, обязательно вносим в луночки немного суперфосфата. Он нужен для того, чтобы шло активное укоренение. Суперфосфат стимулирует корнеобразование, а также калийные удобрения. Это может быть как сульфат калия, так и обычная печная зола. А сейчас приступаем, собственно, к посадке. Итак, перед вами хорошо развитый молоденький кустик клубники. У него есть два хорошо развитых листа, и вот третий листик молоденький на подходе. Желательно, конечно, корневую систему, если у вас рассада с открытой корневой системой, перед посадкой погрузить на какое-то время в воду, в которую можно добавить как стимуляторы корнеобразования, так и немножко удобрений. Это все положительно скажется на состоянии растений. Если у вас есть риск того, что растения могут заболеть увяданием, то есть на участке уже были такие случаи, то в раствор, в болтушку, в которой мы замачиваем корни рассады, можно добавить немного фундазола. 10-15 грамм на 10 литров воды для приготовления именно болтушки. Итак, в посадочную ямку размещаем наш кустик, расправляя корни, направляя их концы строго вниз. При посадке также надо руководствоваться следующим правилом. Сердечко розетки, то место, где находится ее почка, должно быть всегда на уровне почвы. При посадке оно может быть чуть-чуть выше, ведь после полива почва осядет. Но ни в коем случае куст не должен стоять на корнях, как на ножках, и не должно сердечко утопать в земле. Для того, чтобы облегчить себе эту работу, можете использовать такой вот импровизированный уровень. Вот уровень почвы. И мы ориентируемся на него. Расправляем корневую систему и аккуратненько засыпаем. Обминаем почву. Тщательно придавливаем ее. После того, как вы посадили клубнику, ее обязательно нужно обильно пролить. На каждое растение требуется порядка полутора-двух литров воды. Поливать можно и нужно в два приема. Сначала выливаем половину нормы. А как только вода впитается, выливаем оставшуюся воду в каждую луночку. После того, как земля осела, может оказаться, что некоторые кустики чуть выше, либо чуть ниже опустились, ниже уровня почвы и сердечко заглубленное. В таком случае мы слегка аккуратно, потягивая растение, выравниваем. После того, как вы полили и оправили кустики клубники, их обязательно нужно замульчировать. Не стоит ждать будущего сезона. Мульча растениям необходима уже сейчас. Ведь она выполняет несколько очень-очень важных функций. Во-первых, мульчирующий материал задерживает влагу в почве. Во-вторых, хороший мульчирующий материал защищает корни от перегревания и пересыхания, а также в зимний период от вымерзания и выпривания соответственно. Далее, при использовании мульчирующего материала на заметно уменьшается количество заболеваний, увеличивается урожайность и выход товарных ягод. Таким образом, мульча – это прекрасный выход для того, чтобы облегчить себе работу. Ведь, кстати, благодаря использованию мульчирующих материалов отпадает необходимость в трудоемкой прополке. И мульча – это прекрасный выбор для садоводов-любителей. Какие мульчирующие материалы можно использовать? Можно использовать опилки, можно использовать агротекстиль, спанбонд, другие ткани, а также традиционные материалы, такие как измельченная солома, либо льно костра. Если брать мое личное мнение, то я считаю, что лучшая мульча – это все-таки органическая, та же самая солома, либо костра. Благодаря своей хорошей воздухопроницаемости, она не дает почве перегреваться так, как черный агротекстиль или спанбонд. Она хорошо дышит, и через нее прекрасно проходят все поливы, удобрения, растворенные. И благодаря ей растение чувствует себя, я считаю, гораздо более комфортно в жаркую погоду, чем на черных мульчирующих материалах. В течение сезона не забывайте добавлять мульчи, потому что ее будут расходовать различные полезные почвенные организмы, такие как дождевые черви, таким образом улучшая структуру вашей почвы. Итак, мульчируем. Если мы используем в качестве мульчи солому, либо сено, толщина должна быть порядка 7 см. Если же в данном случае мы используем льно костру, она гораздо более мелкая, она способна укладываться более плотно. Здесь толщина может доходить до 3-4 см, не более. Ширина замульчированной полосы должна соответствовать проекции кроны кустика. То есть, как это определить? Прикинуть, каким куст будет, когда он станет взрослым. И добавить буквально пару сантиметров по сторонам. Таким образом, цветоносы, которые потом будут нести ягоды, будут опускаться не на почву, а на чистую сухую мульчу. На этом у меня все. Подписывайтесь на наш канал, смотрите наши сюжеты, задавайте вопросы, ставьте лайки. С вами была Юлия Кондратенок. До новых встреч на нашем канале. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова